Всем привет! Сегодня поговорим о минимализме и о том, как он может качественно улучшить вашу жизнь и сделать вас счастливее с минимальным количеством затрат. Наверняка каждый из вас слышал о минимализме, но далеко не каждый понимает, что это значит, потому что эта концепция объединяет в себе множество различных направлений в дизайне, архитектуре, одежде, способе потребления, в образе жизни и образе мышления. Поэтому нету правильного или неправильного минимализма. Для каждого человека он обозначает что-то свое, и я лишь расскажу о том, что я понимаю под минимализмом и как его принципы помогают мне сделать мою жизнь лучше. Если в двух словах, минимализм — это избавление от лишнего, упрощение образа жизни и умение радоваться простым вещам. И, на мой взгляд, минимализм — это совершенно неправильное название этой концепции, потому что оно предполагает какое-то отклонение в меньшую сторону от какой-то нормы. Но тот образ жизни, который ведут большинство людей на нашей планете и который сейчас воспринимается как норма, на самом деле совсем не норма. За счет рекламы и маркетинга человеческие потребности и желания сейчас раздуты до неимоверных размеров. В результате мы хотим потреблять и иметь все больше и больше и больше практически во всех сферах жизни. Это особенно сильно можно почувствовать в больших городах. Какой бы ты осознанный не был, когда ты идешь и видишь на улицах все эти Роллс-Ройсы и Порши, у тебя невольно появляется ощущение, что твоя жизнь не такая уж и классная, ведь есть вот эти все богатые ребята. Но они всегда есть и всегда будут. И я не говорю, что система плохая, и тем более, что богатство — это плохо. Как правило, благосостояние человека — это отражение той пользы, которую он приносит миру. Поэтому достижение своих целей, в том числе и финансовых, — это хорошо и правильно. Но только если это действительно твои внутренние цели и желания, исходящие из твоих жизненных принципов. А вот когда эти желания навязаны кем-то извне, есть серьезный риск погрузиться в эгоизм, жадность, зависть и, как следствие, депрессию. И это проявляется практически во всех сферах жизнедеятельности. Но я хочу рассказать о трех направлениях, где минимализм, а вернее, будет сказать, рационализм, на мой взгляд, будет наиболее полезен в жизни каждого человека. Итак, первая и самая очевидная сфера — это вещи. Порой в нашей жизни так много какого-то барахла и хлама. Но тут я сразу хочу сказать, что минимализм не означает, что нужно выбросить все свои вещи и больше ничего не покупать. Наоборот, вещи, которыми мы пользуемся и которые помогают нам в достижении наших целей — это практически наши друзья. И лучше, если они будут дорогие и качественные. Например, у меня был ноутбук, который был мне верным спутником аж с 2013 года. Через что только он не прошел. Это целая глава из моей жизни. Но технологии не стоят на месте, поэтому недавно я поблагодарил его за отличную службу и отдал в хорошие руки. И он, кстати, был в хорошем состоянии, потому что я его обслуживал и вообще бережно обращался. Так вот, есть вещи, которые помогают нам достигать наших целей и приносят нам радость. А есть просто хлам, который лежит мертвым грузом в наших квартирах, домах, машинах и так далее. И вот этот хлам нужно выбрасывать нахрен. Все эти ненужные вещи занимают не только физическое пространство, но и место в нашем подсознании. Просто попробуйте ради эксперимента навести порядок на рабочем столе. Вы заметите, как в вашей голове тоже наступит порядок, и вам станет гораздо легче концентрироваться на текущих задачах. Поэтому в итоге весь смысл избавления от ненужных вещей и сохранения нужных заключается в том, чтобы быть эффективнее и счастливее. Рекомендуется начать чистку со своего гардероба. Потом переходить на книги и все остальное. И в конце избавляться от эмоциональных вещей, которые дороги как память. Тут, конечно, индивидуально, если вещь действительно доставляет радость, ее следует оставить. Но, на мой взгляд, память, она в нашей голове, а не в вещах. Ну и, собственно, покупки. Покупать нужно не то, что модно, круто и навязано нам рекламой. А то, в чем вы сами видите смысл и чем действительно будете пользоваться. И такое наведение порядка – это не что-то, что можно сделать один раз и забыть. Это непрерывный процесс, ведь мы постоянно покупаем новые вещи, а какие-то вещи изнашиваются и выходят из строя. Поэтому порядок – это не разовая акция, а образ жизни, который нужно встраивать в свою повседневную жизнь. Самое главное – не забывайте заботиться о своих вещах и благодарить их за службу. Такой подход выработает гармоничное отношение не только к вещам, но и к самому себе и вообще к миру. Следующая сфера жизни, в которой следует применять минимализм – это еда. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, около половины всех людей на планете имеют лишний вес. И около 20% вообще страдают от ожирения. Блин, это же жесть. И мы воспринимаем это как норму. Хотя лишний вес, он как бы намекает нам из названия, что он лишний. То есть его не должно быть в нормальных условиях. Тем не менее, от ожирения сегодня умирает больше людей, чем от голода. И вот тут очень важно понимать, почему так происходит. Потому что, во-первых, продукты питания переполнены рафинированными сахарами и другими усилителями вкуса, которые стимулируют вкусовые рецепторы и заставляют нас есть гораздо больше, чем нужно на самом деле. А во-вторых, люди ведут малоподвижный образ жизни, и все эти съеденные калории откладываются в виде жира. Но на более глубинном психологическом уровне причина заключается в том, что наши предки тысячелетиями находились в состоянии постоянного дефицита. И им приходилось прикладывать огромные усилия в виде охоты и собирательства для того, чтобы выжить. Каждая лишняя калория давала нашим предкам эволюционное преимущество. Именно поэтому мозг поощряет нас удовольствием, когда мы едим калорийную пищу. Но сегодня в условиях невообразимого в естественной среде изобилия эта программа ведет к испорченному здоровью, а также спусканию денег и времени своей жизни в унитаз. В прямом смысле. Поэтому нам просто необходимо использовать свой разум и сознательно ограничивать себя в еде для того, чтобы жить здоровой, эффективной и счастливой жизнью. Я не буду сейчас рассказывать вам, что именно и сколько нужно есть, и как полезны натуральные растительные продукты и пищевые паузы. Я думаю, вы так в целом это представляете. Основной принцип тут – это есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Конечно, поначалу может быть ломка по всяким булкам и чипсам, но со временем дофаминовые рецепторы станут более чувствительными, и вы будете получать такое уже удовольствие от какого-нибудь яблока. А самое главное, в результате вы получите хорошее здоровье, красивое и энергичное тело, а также сэкономите кучу денег, которые можно будет потратить на что-то более важное. И заключительный пункт – это информация. Информационные потоки сегодня поистине бесконечны и заливаются в наш мозг практически изо всех щелей – из телевизора, телефона, компьютера, радио, а также есть бесконечная реклама, которая навязывает нам какие-то желания и установки и так далее. И проблема заключается в том, что мало того, что мы практически не применяем всю эту информацию в своей жизни, наш мозг физиологически не способен усвоить такой объём данных. Всё то количество знаний, что раньше открывалось людям в течение двух-трёх веков, на данный момент транслируется в мозг за одну неделю. В результате наша центральная нервная система перегружается, а это влечёт за собой проблемы со сном, настроением и здоровьем. А причина тут, кстати, точно такая же, как и в еде. Сотни тысяч лет знания о том, где находится водопой, а где находится хищник, помогала нашим предкам выживать. Поэтому дофаминовая система поощряет нас за получение новой информации, будь то новости или чей-то пост в ленте. Только вот тут надо задать себе вопрос – какой процент из всей этой информации мы применяем в своей конкретной жизни? Конечно, если ты прошёл курс по программированию, например, и зарабатываешь этим себе на жизнь, тогда вопросов нет. Но когда ты читаешь какие-то статьи, посты, смотришь какие-то приколы или следишь за знаменитостями, ты просто виртуально проживаешь чужую жизнь. А твоя реальная жизнь тем временем безвозвратно проходит. И я уже не говорю о том, что быстро сменяемая информация в ленте развивает клиповое мышление и дезориентирует человека, так что он становится неспособен отличить правду от лжи. А правду сейчас найти вообще практически невозможно, потому что в интернете можно найти подтверждение или опровержение абсолютно любому мнению. В общем, для того, чтобы не сойти с ума, нужно научиться жёстко фильтровать информацию. Я предлагаю пропускать её через следующий фильтр, задавая себе вопрос. Помогает ли мне эта информация достигать моих целей? Если да, то окей, а если нет, то в помойку её. Удалить все ненужные приложения, отписаться от всех бесполезных пабликов и каналов, а розетку от телевизора вообще вырвать с корнем. Такой подход делает жизнь проще и, на первый взгляд, менее насыщенный. Но на самом деле он углубляет наше восприятие и позволяет гораздо полнее переживать то, что существует, настоящий момент. А самое главное, даёт возможность сконцентрироваться на действительно важных вещах, на том, что привносит в нашу жизнь вдохновение, пользу и смысл. Это близкие люди, любимое дело, саморазвитие, здоровье, наслаждение жизнью и достижение поставленных целей. Поэтому избавляйтесь от лишнего, живите со смыслом и находите радость в простых вещах. Всем мир! Субтитры подогнал «Симон»!